Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сегодня я хотел вам показать картины работы Артура Хакера, английский художник викторианской эпохи, писавший в стиле неоклассицизма. В свое время был популярен и финансово успешен. Я вас предложу в Википедии. Родился он 25 сентября 1858 года. Родился в Лондоне. Его отец Эдвард Хакер был книжным графиком и специализировался на штриховой гравюре животных и сцена охоты. Подробностей о семье Хакера очень мало, однако среди его ранних работ встречаются портреты брата и двоюродной сестры. В 17 лет Артур Хакер, а это было в 1876 году, он поступил в училище Королевской академии художеств, где проучился до 1880 года. При поступлении показал себя хорошим рисовальщиком, выполнив сложное экзаменационное задание с первого раза. Впервые участвовал в лжегодной конкурсной выставке академии. После академии Артур Хакер уехал в Париж, где в течение года учился у Леона Бонна, затем совершил поездку в Испанию, Гибралтар, Марокко. Позже вместе со своим соотечественником Форбсом, с которым обучался Бонна, Хакер основал новый английский художественный клуб. Это группа британских художников, искавших вдохновение во французском искусстве. В 1894 году Артур Хакер был принят в Королевскую академию художеств в качестве ассоциированного члена и инструктора, а в 1910 стал полным академиком. Был очень популярен, нарисовал, выставлялся на всемирной выставке. В 1900 году он завоевал серебряную медаль. Хакер приобрел популярность своими аллегорическими и мифологическими полотнами. Также великолепно писал обнаженную натуру, сделал блестящую карьеру как портретист. В последние десятилетия жизни увлекался городским пейзажем, уделяя основное внимание эффектам освещения. Кстати, он приобрел загородный дом, который сам же и расписал. В 1907 году, в возрасте 49 лет, Артур Хакер женился на своей бывшей студентке Лилиан Прайд Эдвардс, которая была младше его более чем на 20 лет. Она была дочерью Эдварда и Мэри Эдвардс и происходила из лондонского района Сатан. Отношения между супругами не сложились. Но Артур помогал Лилиан в работе. Она стала плодовитым детским писателем, иллюстратором. Часто выставлялась на ежегодных конкурсах Королевской академии художеств. Детей у супругов не было. Артур Хакер скоропостижно скончался на пороге собственного дома, а сердечного приступа за некоторое время до смерти у него диагностировали сердечное заболевание и бронхит. Похоронен на Руквудском кладбище. Не вот что написано на его могильной плите. Светлой памяти Артура Хакера, который родился в 1858 году и умер в 1919. Не умер он, он только превозмог сон жизни. Вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать, что я нашел в Википедии о Артуре Хакере, английском художнике викторианской эпохи, писавшем в стиле неоклассицизм. Все, всем пока, всем привет, до свидания.